Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Речь пойдет про маму и сына, и речь пойдет про жалость мамы к сыну по поводу определенной ситуации, связанной с наказанием. То есть мама наказывает сына, сын очень сильно переживает, просит прощения. Вот мама, соответственно, тоже просит прощения. И вот пять лет спустя маму все еще эта ситуация беспокоит. Беспокоит очень сильно, беспокоит прямо до слез. И, в общем, человек спрашивает, что ему делать, да, и как успокоиться. Вот, потому что очень тяжело постоянно чувствовать камень в груди, постоянно чувствовать тяжесть и так далее. Вот, значит, Галина, говорить мы с вами будем о жалости и о, значит, тенденции к наказанию. Ну, то есть мотивации к наказанию, да? Что вы делаете здесь? Я имею в виду, когда вы жалеете своего сына и вините себя. Вы отказываетесь от той мотивации своей, которая была связана с наказанием. То есть сын не слушался вас. Вы на это как-то отреагировали. Вопрос в том, как вы на это отреагировали. И решили его наказать. Вот. Когда это все случилось, когда уже ситуация закончилась, вы, вероятно, поняли, что поступили неправильно, да? Ну, как-то вот не так, как вам хотелось. И, естественно, вам стало бы жаль. Но, важно понимать, что то, как вы отреагировали на его непослушание, это тоже важно. То, что вам захотелось его наказать, это тоже важно. И вот здесь интересная деталь. Судя по всему, судя по всему, у ребенка нет отца. Ну, в смысле, вы с отцом не живете. Вы ничего не говорите про папу. Возможен перенос. Возможен перенос. Перенос, значит, в фигуре отца ребенка на вашего сына. И ваша реакция на его непослушание, непослушание сына, вполне, возможно, связана кратко с реакцией на отца. Вот. Поскольку эта реакция не завершена по отношению к отцу, то вы испытываете жалость по отношению к ребенку, потому что запрещаете себе как-то злиться на него и так далее. Это первое. Тут могут быть другие варианты. Не обязательно этот вариант является верным. Да, тут могут быть другие, другие варианты. Вот. Безусловно, нужно исследовать, чтобы понять, о чем идет речь, нужно исследовать ваши отношения в целом с ребенком, с сыном и так далее. Вот. В общем и целом, вашу реализованность, ваше качество жизни. Вот. И так далее. Чтобы понять, вот, значит, чем продиктована эта история, что он не выключил компьютер, да, не случился, не случился, и так далее. При этом хочется обратить ваше внимание вот еще на что. Вы ребенка вроде как наказали, но говорите, что если он вопреки наказанию все равно пойдет с нами, ну, что ж, пусть едет. Это странно. В чем тогда смысл наказания? Зачем наказывать человека, если вы готовы пренебречь наказанием? Что это? Какая-то неуверенность в себе? Какая-то противоречивость? Желание быть строгой мамой, но на самом деле вы хотели бы быть мягче. Наказание как элемент контроля и страха неопределенности или чего-то еще. И вот здесь чувство вины необходимо вам для того, чтобы тверже стоять на ногах. Вполне возможно, что когда вы сталкиваетесь с чем-то, в чем вы не уверены по отношению к своему ребенку, или к своим детям, или вообще в жизни, вы начинаете испытывать чувство вины по отношению к сыну. Так вы понимаете, что правильно, а что нет. Если вам тяжело переносить неопределенность, то чувство вины может в этом помогать. Следующий момент, следующий момент. Очень часто жалость это скрытое пренебрежение, презрение, может быть даже отращение. Вы говорите, сыночка, сыночку было 13 лет. Это уже по-бросок. Откуда такое пренебрежение сына? Вашей стороны. Да? Вот это интересный момент, что вы говорите, жалко, сыночка. Смотрите. Здесь может быть такой момент, что вы не проявляете любовь по отношению к нему, когда вам хочется, и проявляете только, когда, например, ему плохо там и так далее. То есть вы не эмоционально близки с ребенком. Вот. Либо, вот, как-то вы его обесцениваете, как-то вот вы, ну, негативные чувства к нему испытываете. Опять же, может быть связано с отцом. Вот. Ну и, наконец, последнее, о чем хочется сказать, это то, что вот эта ситуация могла быть и с вами. Ну, в вашем детстве. И в вашем детстве вас могли наказать, и вы могли так же примерно плюс-минус себя вести. только, например, вас не простили. И так далее. Да? Вообще, чувство вины и жалости. Да? Такая очень сильная, очень сильная, очень сильная жалость к человеку. Это больше, это про такую, знаете, блокированную, блокированную, теплое чувство к себе. Через жалость к кому-то, да, я стараюсь позаботиться о себе. Это с одной стороны, и вопрос о том, насколько вы о себе заботитесь и к себе внимательно. Вот. Кстати, странные, странные психологи вам назначают успокоительное. Вот. Психологи не назначают лекарств вообще. Психологи не врачи, поэтому к кому вы обращались в данном случае не совсем понятно. Вот. Как непонятно и то, что вы говорите на платных психологов у вас нет средств, но при этом вы задаете платный вопрос за ту сумму, на ту сумму, за которую вы, в принципе, могли бы получить консультацию. Тоже как-то немножко странный выбор здесь. Но. Чувство вины возникает когда есть системное нарушение личных границ. То есть вы наказывая своего сына не очень хорошо понимаете чего вы хотите и для чего вы это делаете. Зачем? Какие чувства вы испытываете? Ну, то есть собрались вы поехать с дочкой с сыном в кинотеатр, да? Собралась поехать. в кинотеатр. Ну, вопрос как бы понимаете в кинотеатре это такая штука где вкусы у родителей и детей могут очень разниться, да? Очень различаться. Выглядит немножко странно, что вы собрались поехать с дочкой и сыном в кинотеатр. При том, что сын в таком возрасте, когда он сам мог бы поехать в кинотеатр. Ну, окей. Мы собрались поехать провести вместе досуг. Супер. Далее. Сын не слушался. Не выключил компьютер. То есть он нарушил ваш план, да, планирование ваше. Вот. В плане там досуга, как вы видели. Время провождения. Вот. И обратите внимание, как вы обращаетесь со своими чувствами. Вы сказали, значит, в кино с нами не поедешь. То есть это, да, желание наказать, но это ваша злость. Это каким-то образом нарушенный вашей личной границу с сыном. Здесь. Его несоответствие вашим представлениям. И вы ранитесь. в этом. Вот. Очень важно понять, что здесь происходит с вами, потому что в жалости возникает, в принципе, ну, то же самое. То есть, та же, та же самая история. Точно так же вы какие-то свои чувства выражаете через своего сына. И, естественно, это не приносит удовлетворение, потому что, ну, это другой человек. Вот. Нужно разбираться. Вам нужна психотерапия. Вот. Если вас заинтересовало вот то, о чем я говорю, да, то есть методики для того, чтобы повысить внимательность к себе, в том, не обязательно платно, если у вас нет денег. Вот. Так что, вот так. Буду благодарить вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.